Друзья, с вами Юрий Дмитрий Рошенко, сегодня поговорим о пособиях, пенсиях, индексации, повышении пенсии, денежном удовольствии, а также материнском капитале с 2024 года, то есть индексация, повышение, изменение. Выплат на 7,5% проиндексирована будет пенсия для неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года. На уровне инфляции также подрастут и социальные пенсии, ежемесячные денежные выплаты льготникам. Те, кому исполнилось 80 лет, будут получать удвоенную сексированную часть страховой пенсии, которая также увеличится на 7,5%. По данным министра финансов, средний размер пенсии в следующем году составит 23244 рубля. По пенсиям, по размерам пенсии мы уже не раз обсуждали эти вопросы, я также прошу вас написать, в том числе и по военным пенсиям, потому что была индексация на 10,5% с 1 октября. Поэтому, если не сложно, вы можете написать размер пенсии, ваш регион и статус гражданин России или, например, имеющий вид на жительство, для того, чтобы мы действительно посмотрели, какова пенсия на текущий момент. Но вот по прогнозам, что будет доведена до 23244 рублей. Также, благодаря введению единого тарифа, в 2023 году с 2024 года увеличится максимальный размер выплаты по обязательному социальному страхованию. Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, то есть у кого стаж 8 лет и более, то есть 100% среднего заработка, составит 122800 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам также увеличится и составит 565562 рубля, это если роды протекали без осложнений за 140 дней. Табличку с размерами пособий, в том числе и при осложнении родов, при многоплодовой беременности, вы видите сейчас на своих экранах и также с размерами пособий вы можете ознакомиться в телеграм-канал. В 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составляет 383179 рублей и, соответственно, в следующем году он будет увеличен, вы сами видите, да, то есть сумма тоже достаточно значительная на текущий момент. Также максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей составит 49000 рублей, то есть на текущий момент в 2023 году 33200 рублей, то есть тоже значительно будет увеличена данная сумма. Кроме того, у нас, как обычно, по практике уже с 1 февраля по уровню фактической инфляции будет проиндексированы маткапитал и единовременное пособие при рождении ребенка и род других социальных выплат, которые ежегодно увеличатся на инфляцию с 1 февраля каждого года. Также по уровню прогнозируемой инфляции будут проиндексированы и ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам и пособия для пострадавших под радиацией и другие социальные выплаты. Кроме того, с 2024 года увеличится финансирование и предупредительных мер по травматизму и профессиональным заболеваниям. Также напомню, что на текущий момент находится на рассмотрении федеральный закон, и мы понимаем, что он в ближайшее время будет принят, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда на 18,5%. То есть мурот с 1 января 2024 года составит 19242 рубля. Напомню, что согласно трудовому договору данные о зарплате не должны быть меньше минимального размера оплаты труда, если вы работаете на полную ставку. Вот такие у нас изменения по табличкам, дальше поподробнее по суммам, по раскладке по суммам, по каким-то категориям, по соцвыплатам в отношении граждан России, иностранных граждан с ВНЖ. Вы можете посмотреть в Телеграм-канале, также если у вас, например, есть РВП или вы из ЕАЕС, тоже можете набрать пособие по РВП, по статусу ЕАЕС, то есть из данной четверки стран. И тоже выйдет информация по срокам оформления и по требуемым документам. Спасибо, что посмотрели данный обзор, будем с вами на связи, всего доброго.